друзья мои всем приветики всех приветствую мы с матвейка собрались козочек покормить козочек покормить воздухом свежим подышать погода у нас теплая стой стой мама сейчас тебя на ручки возьмет потому что у нас вот такая вот грязи грязю кучи текут и ветер страшенны до страшенны ветер ты чё делаешь что это у тебя ты-то скажешь вытаскиваешь у коз там водная минута высыпай марина открывай сыночка пойдем скорее козочку смотреть пойдем скорее не не испугаться он видел уже матвейка на держи держи только им не давай будем давать по это поштучно матвей пошли козочку смотреть куда ты пошел беги скорей беги скорей пойдем чё говоришь дочь да ну ты поила их они попили и боишься что они смотрят видишь мама утром им хлебушка давала сено давала марина сейчас у них порядке наводит марина сегодня сходила и звездки купила это у нас девочки старая баня писали что порядке не навели но наведутся порядке цена заходите туда заходи чтобы там тепло проходи туда не бойся но я зайду сейчас тоже я не боюсь нет заходи давай тоже давайте тихонько заходите там тепло и хорошо они видишь сразу нападают заходи не бойся матвейка это у нас красава красавка красава марта марта маленький этот финик сейчас будем яблочко давать вот она какая нагло самая наглая так ты быстро я ну-ка 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 так нет так нельзя ты давала яблоки все давайте я вам по хлеба там пока марта марта на скорее он не кусается у меня не кусается у него зубы кусается у него зубы кусал на яблочко так сына здесь вот марина расчищает получается вот это место ну-ка держи на давай марина тут вот расчищает у нас печка была здесь старая баня вот здесь уберется пока вчера сделал тут загородку но наш финик из этой загородки выскакивает в общем и пытается кормиться пытается ему хочется молочка конечно почему дикие козы они такие видишь она как хочет да она понаглее будет чем марта марта не такая наглая она не кусаться нет не бойся это я старые яблоки срезала изрезала им немножко не бойся главное скажи да прям вот так вот давай смотри наскорее вот так давай нет она не села на вот так вот аккуратненько это лишь откусывает и роняет марта не надо так делать надо сразу брать яблочко это лишь красавка то вот сразу все да вот так вот так что марина тут делами занимаются значит ну что матвейка они тебе тут мешали точно верно нет не мешает я утром доить ходила булку хлеба они у меня съели сена задавала еще сеной дала дала надо быть бояться и они тут но и и финик тоже хлебушек пытается кушать до марина здесь все уберет надо будет сделать здесь у нас будет вот так вот загородка сделано маленький он да видишь как его погладить хочешь да отец тут сказал тут лишь кирпичи вчера ломиком выдолбливал не мог выдолбить которая убираться ты большую только убрешь эту грязь но писали девочки не подготовили ничего потому что я не не думала что вот так вот я резко быстро куплю все что не делается все к лучшему так что купили купили сейчас будем делать и все сделается сделаем начале загородку потом будем по частям по белку делать на нет чуба изнутри никакие миленькие до миленькие это козлик у нас финик он у нас на племя будет расти да и две козочки давай яблочко то что ты боишься даня у нас вчера с лагеря приехал и кадетом стал или как сынок звание далее фрейтора до корочки выдали или вот как это удостоверение называться так вот такое вот небольшое небольшое хозяйство до которое надо кормить такой же маленький как и ты ты же тоже малыш девочка пока спит у нас интересную да тебе лишь пытаться титьку сосать они не дают вот и надо скорее загородки делать чтобы он не высасывал я утром при пришла нормально подоила это они не не высосал он их потому что он там сидел но потом все таки он выскочил я успела подоить а сейчас вот он лишь что пристраиваться он кстати пил теплую воду да у них даже характер виши разный эта красавка она такая более шустрая а марта она поспокойнее маленько он видишь он их потому что не дает покоя вот я и говорю надо ты сейчас мы в общем определимся может даня с виталий сделают загородки не знаю в общем потому что отцу у нас некогда отец у нас на работе витали в парикмахерскую пошел на подстрижку да так что это лишь они не хотят чтобы он сосал потому что он же большой все и не дают ему так ну и все ладненько будем дела делать даня сделал временную кормушку так вот чтобы они не притаптывали сено марина тут расчищает насколько тебя дочь хватит и много ведер то вынесла больше пяти ведер но это немного как вот кирпич убрать а у тебя время уже нет на учебу надо идти а дочка ты принеси немножко сена пучочек свежий попоить надо но проходи сына проходи сено сено да свежая сена вот сейчас даня положит им тут немножко это все время на девочки кормушка временно потому что это не кормушка загородку муж вчера сделал время на козленку чтобы вот городить но он перепрыгивает через нее тоже тоже временно козленок скажешь как прыгучий они прыгают вон чё и вот как все любопытно так что у мужа будет время свободное у папы будет время да и он сделает загородки что я хотела что парни сделали виталия зданий не знаю что то я сомневаюсь есть даже женщины умеют такое делать но я вот не умею я могу только подержать доски помочь так что ничего страшного сделаются им тут загородочки и все и будет замечательно пойдем домой ну и девочку рассмотреть козу хочешь посмотреть зови и все накушать вон скажи идем сена кушать а я сейчас поддоила не поддоила их нормально потому что чтобы он не высасывал козленок он уже большенький все ест и корм сухой ест и и вареный корм ест и овощи все все на жует нормально нормально вот финик осваивает кормушку поджевывать матрика иди смотри финик кушает финик показал и давайте отсюда до дамы вперед такая небольшая кормушечка но они смотри все равно сверху как-то ну вот в щелки вытягивать надо кормушку конечно правильную делать для коз также все это неправильно я не знаю да вроде нормально пока временно хотя бы так хорошо да вот так вот кушайте давайте так ты давай закругляйся тогда ты тут почистила да принеси им теплой то водички ну они сейчас они сейчас наедятся наедятся и пить захотят мы домой пойдем у нас там елочка он да я вижу молодец хоть время сделал ну хорошо нагулялись девочки с матвейкой давненько конечно что сейчас включилась рассказываю вам нагулялись и пришли он у меня весь мокрый грязный вещи перестирала все бросила стирку дети уснули я поотдыхала сейчас пошла вот на грузе на дать козы все на 7 до водичкой попоить ручеечки наши ручеечки так что посмотрим сейчас что там марина на учебу ушла наверно здравствуйте нет я так смотрю я не переживаю снег статает у нас хорошо снега почти нету скажи мне про про козочек они дай мне да вот будет полежка я буду хоть по пол витре брать я здорово я вчера тоже накипятила молоко такое прям это косну но мы в савиной джили сколько содержали это мы уж туда приехали корову купили это не сразу пока пока работала коровы не было у нас это я не страдаю парни у нас не пьют я кипяченая но мало ли говорю молоко вдруг кончится у меня всяко может быть мне наталья они купили я говорю вот и хорошее у меня племянница оля там за каменском они тоже держат коровы нарушили у нас тут держать то тоже как тут мужчина вот какой-то водит двух кос хорошие вот сейчас наделали эту площадь но все пасли эти вот вылечники комитета тянута пока не по восемь по девять а сейчас у них нету там нету появится нет мужчина с козлами-то две козочки он водил сюда куда-то такие видно что хорошие а вот наверху в поповский то дом я не знаю как мне ольги козы но производитель козел хорошие ну мы тоже козлика взяли ну и взяли маленького козлика он такой смешанный как это отец-то у него нубийский ну в общем там намешано вот но красивенький такой хорошенький но вот он сейчас к осень это вырастет покроет но но он пристраивался сегодня пристраиваться но они как бы не дают ему все но он большенький уже так что пошла вот смотреть сейчас это сено говорю надо дать хорошо у нас нынче еще у нас сегодня какой 29 30 я уже запуталась если снега не будет если он не будет подваливать вот это все в апреле месяце уйдет и весна мне кажется ранее будет говорят что рано 15 ну как бы не будет все я смотрю такие сугробища у нас были а тут ручьи текут красота такая а мы тут Женя раскопал тепло а я сейчас тут постояла оно вроде а тут парней я Оле не могу у меня летние вообще и отчего да тяжеленный снег-то ворочать его конечно парни помогут ну потому что такая корова то не доится да и детей если мало ли что-то мне сказать я бы ее ректально поглядела я же ветеринар у меня образование ветеринарное а я в совхозе вы не забыли вы не забыли ничего не работали но она сейчас не это короче не это не знаю в общем на днях она буквально что-то там у нее висела потом засохла распухла ну ходит бык на нее не реагирует и понять я ничего не могу ну посмотрите я хожу наблюдаю смотрю но ну потому что мы ее не собираемся сейчас цену так как выросли нет а с Сашей тут как-то разговаривали так у меня подружка в вертече они продали корову сейчас я тебе скажу за 87 или за 89 хорошая хорошая корова вот а я говорю Саша вы посоветуете а если вы продадите купить трудно будет да да нет мы коз взяли так вот что это ребятешка да потому что мало ли я не такая уж прям кормящая мать что долго некоторые долго кормят а у меня чего матвей кого до 9 месяцев всех больше остальные 5-6 месяцев молоко не дай бог да и до года все равно кормить не будешь детям все равно надо молоко кашу сварить вот он у нас сейчас чё кашу ест а чую на магазин на молоке молоке молоко купишь это она не то не то не все не молоко так что они любо дорого да конечно да еще двое соседи берут немножко понемножку да куда она молоко я вот сегодня даже подоила вчера то что ну а кто будет саша аппаратом дует а так то ведь корову то получаться до до определенного момента я доила потому что потом у нас договоренность сашей когда я сказал что продавай корову он не захотел я бы не хочешь продавать да и сам он стал сам да и потом купил аппарат ну что аппаратом дают хорошие хорошие я довела чем и к мы первую козу купили когда у нас марина родилась получатся марине было чё у нас марине было сколько-то месяцев она у меня до 4 месяцев получаться это на грудном то было мы ее купили на там у нас неудача постигла с козой неудача родственничек у нас там ну выгнал выпустил ее ночью и все коза ушла и все мы остались без козы а купить тоже ее как говорится деньги надо хорошая коза на тот момент коза стоила эти первоокотные козочки стали по полторы по по 2000 тогда дорого было да а потом хорошая совсем такая дойная за четыре с половиной за 5 тысяч козы были и за 7 но сейчас вот они тоже цены разные но мы вот взяли я взяла первоокотных до молоденькие но они мне понравились все равно когда ты берешь статину она должна тебе нравится смотришь на эту козу туда не нравится никак как я даю конечно раздаивать я сегодня ходила не меня булку хлеба на троих потом яблоки яблоки старые оставались набрали яблоко на садах но хорошо да так что потом на траве то они еще больше будут давать сейчас вот на траву то выйдут я сегодня два раза до него я получаться утром сходила подоила и пришла он и пытаться подсасывать я посмотрела вымета налитая грудь что они не дают ему я говорю чтобы не высосал я поддаю сходила подоила но сейчас пошла грудь сена дам давай воды по это по поите а дает то уж вечером за эти стайки он еще не сделал не знаю сегодня сделать не сделать это с работы только приехал сейчас тоже устает у него выходные выдались тяжелые по 14 километров пешкарус там топать потом поездка а мы поезд куда поехали это же тысяча километров туда-обратно далеко ездили но он говорит для меня поездка так как отдых я готовить и такую даль идешь-идешь но это многие оставить можно а тут получается что это сидеть всю дорогу сидел в баню вылили здесь у бабушкинины то но баня но но че у нас вон баня есть это в том доме то мы ее и два раза знать-то за зиму топили в ванной моемся это все равно старая банька-то старая но а им тут и окошко у нее они окошко то глядят он вчера попросила группе окошко то заколоте что мало ли потому что его то вот так туда толкашь и она может выпасть ну к чё я сегодня пришла он заколотил то его неправильно получаться надо было по этой самой я прихожу окошко нет и козы в огороде ревут коза вот это которое они у них же получатся вот их две козочки и козлик однако запах устрее 2 поспокойнее и вот которая шустрее то она значит это окошко луком толкнула она выпала она выскочила туда они там стоят я в огород на захожу они раз обратно в окошко вместе с козликом сейчас вот надо сказать заделал хорошенько марина купила побелку там у печки это убирала как же называться где печка была печку же разобрали старую эту большую то вот убрали там она сейчас расчищала и получаться баня ну как не маленькая 33 на 3 наверно она баня будет вот он им тут да две стайки три стайки сделает для козлика и для них по отдельности хорошенько понятно конечно красивые я говорю потому что нынче смотрю это что у нас вот вот уж апрель на носу но апрель это все снега если не как говорится не предвидится то будет замечательно какая погода ну вот говорят понедельника уже будет как бы теплее дай бог а то он сейчас пришел нам дров надо дрова у нее почти там ну кончились можно сказать надо дрова заказывать я не знаю только заказывать их то ли не заказывать так опять что они лишние не будут ну они вот эти мы заказали нынче ну кто они по 5 200 они но они хорошие я вот советую если есть на что купить заказать потому что в мае еще подтоплять приходит но говорят что дрова то вообще подорожали сами-то вот сами-то настоящие то дрова и за эти возьмут гляди но 5 200 пока он берет который нам привозил мужчина позвонить без заботы и подтоплять в апреле но она топит у нее тепло сегодня сходила и звездки купила на учебу где-то убежала все переживем и вы где чего переживете дай бог здорово чтобы ты и самое главное и детки самое главное а так потихоньку ну ладно давай прокопают канал-то они вообще молодцы 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 мне нет я тебе дрова копала а сейчас вот только тут почистила дыру тут ну куда силы надо и сердце то конечно конечно так что там уже вода а что-то как есть дождик покапывать а передавали с это дождичек но вчера приходила мне кстати дождик до передавали улья он сосед лучше ладно придут ну что там пачки плачете плачете ну вот все она жулиться водичка есть марина приносила наверное ставила и так что хорошо да я тут временную кормушку сделал ну что мои хорошие ну марта красавка ты красавка точно ну а финик то как мой пушистый беги сюда беги сюда такой пушистый мягонький укуш какой вот я большой на ногах да красавчик такой вот девочки красавчик у нас да да значит не получил да выожалуйста чередчики какой финик какой красивый пушистый девочки мягонький а сам стремится до птички и птички стремишься нити не дают это мой хороший мягкий дети пока спят я пойду посмотрю марина водички тут им давала ой какой какой ты ласковый ласковый ты мой хороший мягкий это у нас красавка и марта да вот так вот такое у нас девочки приобретение что такое что ты плачешь но матвейки понравилось интересно конечно когда есть такое вот хозяйство да и полезное и приятное хобби какой беги давай жуй а то не все сено съедят жуй давай в общем а так девочки еще думала дров заказать думаю все таки потому что у нас на улице вот сейчас дождик погода подпортилась но ждем конечно тепла ну чё апрель месяц начнется в апреле тоже всяко бывает бывает и снег дождь холодно так что сегодня наверно позвоню закажу машинку дровишек хотелось бы конечно здесь жить сегодня думала девочки перееду переехать сюда перееду переехать и как было бы конечно лето было бы попроще получше с детьми а перееду сюда в дом 2 здесь у меня хозяйство моё сейчас мое любимое хозяйство занятие будет да финик так что ну посмотрим посмотрим как это все будет все узнаете заняться тут побелкой надо будет в первую очередь стайки надо сделать муж только с работы пришел у нас время пятый час не знаю сделает он сегодня не сделает это вчера вчера вот смастерил временно но бесполезная получается бесполезная перегородка потому что он сделал это для финика а финик раз и выпрыгнул да мой хороший вот так вот они жуют все девочки на этом попрощается идти домой надо потому что матвейка вы пришли он уснул парень девочка спала я ее накормила она продолжает спать а я вот хожу туда сюда конечно бы если бы это все было здесь в доме вышел управился все и замечательно так что посмотрим что на завтрашний день преподнесет девочки вам огромное всем спасибо и до скорых встреч пока пока что хозяйство хозяйство